История достойно голливудских фильмов разыгралась в Челябинске. 30 лет назад в областном роддоме перепутали младенцев. В итоге девочки жили в чужих семьях. Одна в достатке и любви, другая в нищаде и пьянстве. Правда, вскрылась правда благодаря женщине, которая все эти годы жила в сомнениях. И недавно раскрыла родную дочь. Зоя Туганова заявляет, что заметила подмену еще в роддоме. Однако врачи не поверили, списали все на пострадовую травму. И только спустя много лет кровную дочь женщина нашла в социальных сетях и узнала по фотографиям. Оказалось, что Люция часть жизни провела в детском доме. Этой трагедией можно было избежать, считает еще одна участница истории Екатерина Туганова. Ее все эти годы воспитывала Зоя Туганова. Появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен и осуждений в поселке. Все это породило скандалы в семье, неадекватное поведение. И что самое страшное, содеянное преступление. По слухам, отец лишил жизни русского мужчину, который, по версии местных жителей, был предполагаемым отцом Люции. Потом, когда отец попал в тюрьму, на мать обрушилось еще большее давление со стороны соседей. И она морально не справилась со сложившейся ситуацией. Кто знает, окажись я на своем месте, закончилась бы эта история именно так. Женщины уже сделали ДНК-экспертизу, и она подтвердила их догадки. Теперь они обратились в суд и требуют компенсации, чтобы купить жилье Люции. В Министерстве здравоохранения и областной перинатальный центр являются соответчиками по данному делу. В исковом заявлении описаны сведения, которые произошли 30 лет назад. Восстановить хоть события данного дела не представляется возможным в данный момент. Поэтому проведено предварительное слушание и назначено судебное заседание, в результате которого будут, возможно, приняты какие-то дополнительные решения. Подробности этой истории расскажем уже завтра в программе «Время новостей». Продолжение следует...